Итак, всем снова привет! И давайте продолжим решать. Ну что ж, в этот раз мы с вами говорим про пластинку. Не ту виниловую, которая где-то крутится, а про пластинку металлов. Я бы сказал так, эта задачка в ЕГЭ пока еще официально не встречалась. Да, такая задачка, значит, задачка фантома. Все каждый год про нее говорят. Все каждый год ее решают. Но ни разу на ЕГЭ ее не было. И вот просто думается, в какой форме она появится в ЕГЭ. Появится ли вообще? Или не появится никогда, а мы просто так сейчас порешаем задачки. На самом деле не просто так, я уверен. Почему? Потому что здесь в пластинках так или иначе используются ваши возможности, ваши мысли. И ваши навыки отрабатываются того, как решать эти задачки. Давайте просто порешаем. Давайте просто покажу, как это все делается. Для начала. Если у вас есть какая-то пластинка металлов, то ее помещают в раствор какой-то соли. То есть там либо вам дается сразу какая-то пластинка, либо вы потом узнаете, что есть какая-то пластинка. Но вам помещают ее в какой-то раствор. И у вас, возможно, два варианта того, как развиваются все события. Первый вариант. Металл, из которого состоит пластинка, вступает в реакцию полностью. Тогда пластинка вообще исчезает, как объект. И получается, при замещении вытесняемый металл остается на пластинке в виде зерена или иголок. А если растворится ваш металл целиком, как пластинка, то он, получается, осядет прямо на дно. И тогда, получается, пластинки просто не существует. Второй вариант. Более вероятный, потому что это ЕГЭ. Пластинка растворяется не полностью. Ну и в качестве просто допущения мы считаем то, что металл, который образуется, будет налипать на пластинку. Поэтому после окончания растворов мы его вытаскиваем, эту пластинку, и видим, что она изменит свой вес. Вот так. Вообще, на самом деле, когда мы с вами будем решать задачку вот там, в конце, на атомистику, вы увидите, что там тоже могут быть что-то подобное. То есть вам нужно просто сейчас немножко подумать, как это все делается. Хорошо. Давайте на практике закрепим, как это в целом может работать. Так, пластинку из магния, массой такой-то, поместили в такой-то раствор хлорида марганца. Объемом таким-то. Ну, смотрите, вам появляются грамма на миллилитры и миллилитры. Плотность. Плотность. Мы всегда говорим, вот эти, грамма на миллилитр. Грамма на миллилитр, значит, масса на объем. Все, легко. То есть вы отсюда потом просто можете найти, например, вот массу. Масса будет равняться ρ на объем. Плотность измеряется в ρ. Да, такая вот, скажем так, эта буковка так называется. Так, после окончания реакции пластинку вынули и просушили. Вычислите массу 15% раствора соляной кислоты, которая потребуется для полного растворения полученной пластинки. Ну что ж, поехали. Сначала мы берем магний и помещаем ее в раствор хвалидомарганца. Марганец-хлор-2. Что происходит? Магний, как более активный металл, вытесняет марганец, встает на его место. Значит, получается, марганец просто плюс магний-хлор-2. Никаких коэффициентов не нужно. То есть, хорошо, мы вот это все сделали, так? После окончания реакции пластинку вынули и просушили. То есть, мы сейчас посмотрим, что там все произошло. И дальше мы поместили эту пластинку в раствор соляной кислоты. То есть, что мы поместили? Передачально мы поместили марганец, ваш хвалидомарганца. И, в принципе, поместили в какой-то степени, может быть, магний тоже. То есть, мы пока еще не знаем, но просто давайте пока напишем на всякий пожарный. В первом случае получается марганец-хлор-2 плюс H2. Во втором случае получается марганец-хлор-2 плюс H2. То есть, в целом почти идентичные реакции. Так, хорошо. Пока, как видим, реакции простенькие. Итак, масса магния такая-то. Переводим все к молям. Используем это правило. Значит, ν магния равняется 14,4 грамма делить на 24 грамма на мол. 14,4 делить на 24. 0,6 моль. То есть, вот сивая вся эта пластинка 0,6 моль. То есть, у вас реакция закончилась полностью. Тогда вот мы, собственно, находим. Ну, давай сначала я покажу, как это все делается из этой реакции. У вас даются миллилитры. Миллилитры нужно превратить в граммы. Это делается через плотность. Значит, сначала масса марганец-хлор-2 раствора. Для этого нужно, как мы понимаем, 145,83 мл умножить на 1,08 грамм на миллилитр. Так, значит, 145,83 умножить на 1,08. Это, давайте по-человечески сделаем, 157,5 грамм. Тут, конечно, 49,6, но, короче, 157,5 грамм. Хорошо, это вот его общая масса. Давайте найдем море. Сразу море. То есть нам нужно 157,5 граммов раствора умножить на его омегу, массовую нолю, то есть на 0,08, и поделить все это дело на его малярную массу. Так, марганец, я сейчас точно не вспомню. Марганец весит 55, 55. Значит, 55 плюс 71, 55 плюс 71, это 126. 26 грамм на море. Ну, давайте попробуем посчитать. 157,5 умножить на 0,08 делить на 126. Это 0 целых 1. О, прям красиво. То есть его мало. То есть получается этого много, этого мало. Вывод. У нас марганец, который выделился, который образовался, да, то есть тоже 0,1 моль. Вывод. У нас прорегировал 0,1 моль марганца. И получается пластинка, которая первоначально состояла только из марганца. Теперь, после всей этой реакции, подразделяется. То есть марганец, это вот 0,5 моль, а последний магний 0,5 моль, а марганец, который вот как раз образовался 0,1 моль. То есть наша пластинка теперь вот такая. Эту схемку лучше как-то нарисовать и лучше как-то представить, да. То есть в данном случае действительно у нас в реакцию вступает как первый, так и второй. Хорошо. Значит, марганец, как мы поняли, он весит 0,1, а магний это тот, который остался 0,5. То есть все вот эти вот соли мы уже не берем, потому что нам важно то, что мы пластинку после реакции вынули и просушили. Значит, в соответствии с этой реакцией, с марганцем прореагировало 0,2 моль к соляной кислоты, а в данном случае получается 1 моль вообще. Получается общая нюшка 1,2 моль, да. Ну и получается масса ашхвор общая равняется 1,2 моля умножить на 71 грамм на моль. Значит, 1,2 умножить на... Почему 71-то? 36,5. Ну, потому что его малярная масса, да, то есть 1,35,5. 36,5. Давайте сейчас по-человечески, чтобы все было написано. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Что-то здесь 36,5 грамм на моль. Вот теперь по-человечески. Так, значит, 36,5 умножить на 1,2 получается 52,56 граммов. Хорошо. Это его общая масса. Да, общая масса. А нам нужно вычислить его раствор. То есть масса ашхвор раствора равняется... Для этого необходимо массу 52,56 граммов поделить на его 0,15. Ну, то есть я перевел сразу, да, сотый. Делить на 0,15. Это 350,4 грамма. Все. Вот с такой простенькой задачкой мы стартовали. То есть, в принципе, вполне себе адекватная задачка в несколько действий. Главное понимать, что от вас требуется. Теперь давайте здесь. И здесь мы сталкиваемся с очередным нежданчиком. Каким именно? С купоросом. Кристаллогидрат. Так, с кристаллогидратом мы с вами, может быть, только где-то на семинаре будем заниматься. Занимались. Но вот в данном случае. Как избавиться от кристаллогидрата? Очень-очень легко. Нужно понимать, что в кристаллогидрате, в массу, в его массу, входит как вода, так и сама соль. То есть, давайте начнем вот как раз с кристаллогидрата. Получается, ну вот так давайте. Мы знаем то, что масса вот этого всего кристаллогидрата равняется 4,17. Получается, его омега равняется 4,17 грамма поделить на массу вот самого сульфата железа. 56 плюс 32 плюс 64, так. То есть, 152 весит наш сульфат железа. И плюс сюда же добавляется 18 умножить на 7, то есть все вот эти 7 грамм, 7 морей воды, плюс 126. Ну и получается, 4,17 мы делим на 152 и 126. Это 276. Это 78. Равно море. И теперь находим 4 и 17 делить на 278. Красивое число, но в целом 15 морей. Ну вот мы и избавились от кристаллогидрата. То есть, мы просто знаем, что здесь вот столько-то. Дальше, может, следующая запись, которая вам нужна. Ню феррум СО4 равняется ню феррум СО4 умножить на 7H2O. И это все равняется 0,15 морей. Ничего страшного нет. Так, значится, в массы такой-то растворили в воде, полученный раствор погрузили в цинковую пластинку. Значится, феррум СО4 плюс цинк. Получается, цинк СО4 плюс феррум. Потому что цинк более активный, чем железо. Так. После окончания реакции пластинку вынули из раствора и просушили. Вычислить массу 12% раствора серной кислоты необходима для полного растворения полученной пластинки. Так, ну давайте теперь с молями. Значит, мы знаем, что этого 0,015 морей. Значится, у нас выделилось точно, хотя нет, не точно пока еще, погрузили цинковую пластинку вот в какое-то масло. Значится, ну вот тут мы пока оставим место, да, то есть у нас либо цинк, либо железо будет реагировать с серной кислотой, с раствором серной кислоты. Так, теперь, значит, первый момент, который нам тут нужен, нам нужно найти ню цинка. То есть вот же, есть у нас вот эта величина, значит, нам нужно найти ню цинка. Давайте теперь опять сотру, что-то я косячу в том, чтобы писать. Так, ню цинка. Это значится 64,68 граммов поделить на 65 грамм на моль. Это его малярная масса. Так, давайте попробуем 4,68 делить на 65. Это 0,072 моль. То есть первоначально пластинка состояла только из цинка. И в ней было 0,072 моль. Какая-то часть из этой пластинки прореагировала, если быть точнее, то 0,015. Получается, в этой пластинке теперь 0,015 моль железа. А самого цинка стало меньше. На те же 0,015. То есть самого цинка будет... Давайте напишем ню цинк остатка. Это у нас 0,072 моль минус 0,015. Ой, почему я сразу сделал так? Значит, 0,072 моль минус 0,015. 0,57. То есть получается, и этого, и этого прореагировали. Все, ничего у нас не растворилось целиком. Так, ну и что будет? Будет цинк СО4 и в первом СО4. Плюс H2, плюс H2. Вспомнили про купороз, да? То есть как вот с кристаллогидратом работать. Ну и теперь, что здесь? Значит, с этого у нас 0,057. Этого 0,015. Значит, здесь серные кислоты 0,015. А здесь 0,057. Так. Ну и что? Нам нужно вычислить раствор серной кислоты. То есть то же самое. Значит, давайте сразу. Масса H2SO4 целиком чистого будет 0,015 плюс 0,057. Это будет 0,072 моль. Умножить на 98, равномоль. Это его малярная масса. Значит, 0,072 умножить на 98. Да, там соотношение 1 к 1. То есть в любом случае. Итак, получается 7,056 граммов. И тогда масса H2SO4 раствора равняется. Нам для этого необходимо массу вещества, то есть 7,056 поделить на его омегу. На 0,12. Делить на 0,12. Это 58,8 грамма. То есть, как видите, бластинка может быть поэтому в целом не в сумму утюги, потому что все довольно-таки просто. Но в комплексе с другими веществами на самом деле вполне себе работает. Давайте попробуем последнюю такую задачку. Железную пластинку массой 14 грамм поместили в раствор бромида меди. И выдержать до тех пор, пока масса не стала равной вот такой-то. Там у нас говорили, что поместили до конца реакция. Здесь у нас масса изменилась. Массу вынули, высушили, внесли в 400 грамм водогретого раствора хлорид железа 3. Так, массу массовых веществ в полученном растворе. То есть, тут их несколько. Ну, данная задачка нестандартная. Я ее взял, одолжил у Датсука Степенера. Ну и что здесь получается? Для начала, ну, сама реакция железа плюс бромид меди. То есть, Купрум-Бром-2. Получается, в первом Бром-2 плюс Купрум. Хорошо. Так, значит, нам нужно, ну, вот, пока еще тут подогретый хлорид железа, тут пока непонятно, что мы вообще будем вносить туда и так далее. Пока оставим, да, место для реакции. Нам нужно с вами написать, что тут получается. Значит, надо сначала нюшки найти. Ню железа. Нюферма будет, значит, 14 граммов поделить на 56 грамм на молль. Это мой из таблицы медилей. Так, 16, 14, делить на 56 это 0,25 моль. Значит, первоначально, первоначально было 0,25 моль. Первоначальная пластинка была составила только из железа и было в ней 0,25 моль. Мы внесли ее в медь, то есть добавили что-то из меди. И теперь у нас получилась пластинка, которая теперь весит 14,4 грамма вместо как раз-таки 14 грамм, который был исход. Так, ну что ж, здесь нужно подумать. Здесь уже не все так просто. Так, что нам известно и что нам неизвестно. Нам известно, что первоначально было 0,25 моль и 14 граммов все это весило. У нас изменилось на 0,4 грамма масса всей этой штуки. Теперь у нас какое-то количество меди, а какое-то количество железа. Какое количество железа проеагировало, мы пока не знаем. Да, то есть какое количество меди, железа, там, так далее. То есть как нам в данном случае быть? Так, значит, давайте возьмемте в ню все переведем. То есть первоначально у нас было ню 0,25 моль и весило все это 14 граммов. Возьмем ню прореагировавшего Купрума за х. То есть здесь получается х моль. Тогда у железа будет 0,25 минус х моль. Правильно? И их сумма будет равна 14,4 грамма. То есть если их перевести в грамм. Да? Тогда что мы делаем? Мы просто составляем уравнение. С железкой все понятно. 2,25 минус х умножить на 56 грамм на моль. И если... А, это то, что у нас вот получилось. Да, моя сумма. И теперь плюс получается 64 умножить на х. И будет 14,4 грамма. Соотношение здесь один к одному. Значит, в принципе, мы так сделать в целом можем. Сейчас давайте еще раз подумаем. Значит, мы добавили медь. То есть получается, какая-то часть железа ушла. Она потеряла как раз-таки массу ровно. А нет, смотрите-ка. Давайте вот до конца сделаем. То есть у нас ушло отсюда, из этой пластинки. Х моль железа ушло. Так-так-так-так-так-так-так-так. То есть, ну вот пока у нас вот такая формула. Да? То есть вот такая вот уравнение. Но в целом нам же не знаем, насколько увеличилось. То есть мы просто вот находим, сколько получилось. Да, в целом, на самом деле, можно без всяких там ухищрений. То есть на самом деле и так можно попробовать. Давайте попробуем прорешать, получаем, получится или нет. Так, 0,25 умножить на 56, это 14. 14, минус 56х, минус 64х, равняется 14,4 грамма. То есть теперь переносим сюда. Давайте тоже сейчас, чтобы все было красивенько. Все это удалим. Так, значит-то мы, ну вот, 14 переносим в эту сторону. Это у нас получается отрицательное число. Ну да, в принципе, х это отрицательное число, потому что оно добавилось. Вот видите, вот получается минус, сейчас посчитаем, 56 плюс 64, 120, минус 120х, равняется 0,4х. Так ведь? Так. И получается, х отсюда равняется 120 делить на 0,4х. 300. В общем, вот так уже выходит так. А, подождите, да, тут же, вот здесь х нет. Примерно, и страдаю. Сейчас наоборот, нам нужно 0,4х. Ох. Поделить на 120. Это слишком маленькое число. 0, 0, 0, 3, 3, 3. Ну, короче, раз что-то некрасивое получилось, значит, мы с вами решили неправильно. То есть я сейчас специально как раз-таки пошел по такому пути, по которому вы сомневаетесь, так далее, так далее. То есть, предположим, вы сидите на диклее и вот точно так же сомневаетесь, перебирая различные варианты. Тогда что мы сейчас должны сделать? Мы сейчас давай испытывайте с помощью схемы. Должны как раз-таки с вами понять, что же действительно здесь произошло. Так. Теперь, значит, наша пластинка все еще железо первоначально была 0,25 моль и так далее. Теперь смотрите. Получается, для того, чтобы получить новую пластинку, у нас должно уйти некая х-моль железа и прибавится х-моль меди. Так. И вот их разница между разницей массы и этих х-молей должна равняться, ну было 14 граммов, а стало 14,4. То есть 0,4. Иными сторонами, да, то есть я попытался сравнить пластинку первую, пластинку вторую, что-то получилось не то. Тогда что мы можем, в принципе, сделать? Мы знаем, что железо весит 56, значит, у нас стало весить больше. Получается, кто больше весит? Х-моль железа или х-моль кубома? Конечно же, х-моль кубома весит больше. Получается, 64х минус 56х равняется 0,4 моль. А, ну грамм, грамм, грамм. Почему г-моль так? Грамм. То есть, видите, я пошел сейчас по другому пути. Я нашел разницу, да, то есть вот разница составляет 0,4 грамма. И получается, из железа ушло столько-то моль железа, а пришло столько-то моль кубома. Отношение у них 1 к 1. Но масса у них разная. У ней весит больше, поэтому босинка стала весить больше. Соответственно, здесь получается 8х равняется 0,4. И тогда х равняется, вот тут уже все четко. 0,4 делить на 8. 0,050. То есть, вот этот момент через х, наверное, один из самых главных. Мы с вами еще будем решать задачки, в которых появляются системы уравнений. Потому что через систему решать теперь уже надо. Надо. То есть, не просто вот одно уравнение, которое мы здесь делали, а через систему целых уравнений. Но давайте это в этом чуть-чуть попозже. Значит, здесь у нас, получается, прореагировало 0,05 моль. То есть, в этом веществе 0,2 моль – это железо. И 0,05 моль – это миди. Вот так. Так. Ну и получается в данном случае железо плюс H2SO4. И Купрум плюс H2SO4. Так. А нет, ну, почему H2SO4? У нас же хлорид железа, да? Что-то я с предыдущей задачки осталась. И вот я, собственно, написал с предыдущей задачки. А нам здесь дают все-таки хлорид железа 3. Значит, плюс феррум хлор 3 будет феррум хлор 2. И здесь Купрум плюс феррум хлор 3 будет Купрум хлор 2 плюс феррум хлор 2. То есть, такие качельки. Так. Ну, тут еще нужно унать его равнение. В принципе, да? То есть, сюда двоечку поставить. Так, теперь, что здесь-то здесь Купрум 1, Купрум 1. Здесь вот же, так, значит, сюда двоечку поставить. Тогда двоечку сюда поставить. Теперь 4, 4, 6. Все. Так. Здесь в целом 2. И так, опять не получается. Значит, сюда нужно поставить двойку. Тогда сюда тройку. И тогда сюда. Все. Тогда ничего не надо. Тройку, двойку. Все. Значит, здесь у нас 0,2, здесь 0,0,5. Тогда здесь 0,1, а здесь 0,4. Общее ν феррума хлор 3. Получается 0,5. Это из того, что у нас прореагировало. Да? То есть 0,0,5 моль. Это прореагировало. А теперь давайте исходную посмотрим. ν феррум хлор 3. Исходная. 400 граммов умножить на 0,26. Делить на их малярную массу. Малярная масса у них 35,5. Деленая на... Деленая умноженная на 3 и плюс 56. Это 162,5 грамма на моль. Теперь 400 умножить на 0,26. 400 умножить на 0,26. И поделить на 162,5. А его осталось 0,64 моль. Так. Получается, он у нас в избытке, да? Избытком является... То есть у нас 0,5 должно было прореагировать. А вам избыток в начале должно было 0,64. Получается, ν феррума хлор 3 избытка равняется 0,64 минус 0,5 будет 0,14 моль. Так. Ну и теперь мы просто вычисляем его массу. Массу феррума хлор 3 избытка это 0,14 моль умножить на 0,64. Это 0,04 моль умножить на 0,14. Это 0,09. Я не хочу писать 896, поэтому 0,09 грамм. Что-то маловато. Что я творю? Что я творю? Я творю какую-то дичь. Бывает, находит. Так. Ну и здесь получается нужно на малярную массу умножить. 162,5 грамма на моль. Так. Вот это уже более-менее нормально. Так. 0,14 умножить на 162,5. 22,75 грамм. Так. Получается нам нужно узнать массовую долю в полученном растворе. Значит полученный раствор чему равен? У нас 400 граммов. То есть масса раствора. 400 грамм, которые добавили здесь. А также раствор здесь пластинку, которая весит 14,4. Ничего в остаток не выпадает, и это прекрасно. Значит общая масса 414,4 грамма. И тогда получается омега, феррума, хлор-3. Ну остатка, избытка. Это 22,75, поделенная на 414,4. Делить на 414,4. Это 0,055. Или 5,5%. Все. Ну вот собственно решили. Как видим, здесь нужно уже мыслить нестандартно. То есть вот это уравнение, вроде бы оно такое легенькое, но мыслить нужно нестандартно. Это действительно факт. И задачи все более и более становятся нестандартными. На игре самом действительно так и происходит. То есть как бы вы ни готовились, в любом случае будет какая-то вот такая вот штука. А вообще тоже скажу, что в конце, когда у нас будет уже повторение, то есть ближе к концу, мы в целом, скорее всего, будем знать примерно, какая тема будет у задачки этого года. Потому что обычно кто-то из преподавателей так или иначе осведомлен о том, какие же мысли ходят среди составителей заданий ЕГЭ этого года. И мы будем знать к концу года, какая тема действительно будет. Это было уже два года, так? Люди действительно узнавали, какая задача точно будет на ЕГЭ. Все. Всем спасибо за внимание и встретимся с вами на нашем семинаре.